После этого ты женился на Яне Павелковской. Эта история вообще очень интересная. Знаешь, что? Я в спрессованном виде расскажу историю любви с Яной Павелковской, которая после Марины Есипенко подсунула мне следующую книгу, очень эпохальную, Германа Гесса «Игра в бисер». Это отдельная история. Лауреат Нобелевской премии. Да, лауреат Нобелевской премии. Роману посвященный, который хрен или заниматься всеми этими тонкостями духовными, если мы не можем их отдать в мир. Надо мостик наладить. И вот этот мостик, понимаешь, я когда наладил и понял, что великий русский мат, это тот мостик в народное сознание, в народную душу. И нужно, как писал Сережа Есенин, розу белую и черной жабой я хотел на земле повенчать. И я сделал это. Я сделал и написал несколько стихотворений, но стихотворение, которое вмещает в себя историю любви и отношений с Яной Павелковской. Я написал, ты тоньше сделала меня в прямом и переносном смысле. Моя любовь к тебе не скиснет, не перестанет мир пленять. Мне не в облом ебать в узде невинный ковш твоих желаний. Настанет время осознаний, и ты поймешь, я не пи***у, когда воздев к тебе все мысли и слов наивных коромысла, Я мыс твой огненный причислил к числу влагалищных святынь. Но ты, устава ты, кроткой, нашла себе другую лодку. И хуй мой танцевал чечетку, вбивая янь в ноги инь. Остынь, остынь, я говорил себе, но акт любви на миг замедля. Я вижу драйв, теряет еб**а, и б**ки рвутся в мой Тибет. Но нет во мне упреков к милой, ведь благо, что меня дротила. Она водиновым точилом от вихрей похоти, храня в прямом и переносном смысле. Моя любовь в пи***е зависла, но не навек, а только пресно до воскрешения огня. Этап жизни, в одном стихотворении. И мне, понимаешь, когда у меня это родилось в Болгарии с Никитой Высоцким, мы, 10 спектаклей памяти его отца, он открывает, я закрываю спектакль, он читает стихи, я пою песни, и нас привозят в храм Орфея. Обманули прокатчики, блин, просто, и мы это знаем. Но в храм Орфея, и вдруг меня пробивает на цикл стихов, и вот одно из этих, оно я понимаю, в прямом и переносном смысле. Моя любовь в пи***е зависла, но не навек, а только пресно до воскрешения огня. И я, у меня несколько филологов знакомых есть, они говорят, Никит, ничего подобного в русской литературе не было. Соединение, да, несоединимого. И я понял, что я сделал то, о чем мечтал Сережа Есенин, когда вел черную жабу, да, с белой розой. Я называю это принципом розетки. То есть, блин, розетки по переменной току, где плюс, где минус, 220 колебаний в секунду, хуй, разберешь, хорошо это или плохо. Подарейка, плюс, уберите минус, не будет энергии. Понимаешь, этим проигрывает попса, я ничего против попсы не имею, но она уравновешивает на сцене. Плюс, ха-ха-ха, чистая, выходит, ебать твою мать, мне там не дали. Это Трамп, это уравновешивается ситуация. Почему рок-н-ролл более настоящий, более живой? Пацаны как раз на сцене могут хулиганить, отрываться, а в жизни могут быть добропорядочными силами. Паинками. Да, и это, на мой взгляд, честнее, понимаешь?